В 2014 году, 12 апреля 2014 года, в Славянск зашла группа Гиркина-Стрелкова, где-то человек 30-50. И практически с 12 апреля 2014 до 5 июля 2014 года город Славянск и рядом город Краматорск были под управлением этой группы. 5 июля 2014 года, в ночь на 5 июля, были предприняты действия ВСУ Украины, в результате которых группа Гиркина оставила Славянск. Несколькими колоннами вышла в сторону Краматорска и еще в некоторые другие. Где-то в 5 колонн практически было. Одну из колонн наша армия разгромила. Несколько колонн прорвалось через Краматорск, через Горловку на Донецк. Сам Гиркин ушел со своей группой в Горловку. В Горловке он был на несколько часов или может сутки задержан Безлером, который в тот момент контролировал Горловку. И после вмешательства Бородая на тот момент министра ДНР, этого товарища Гиркина отпустили в сторону Донецка. И вся эта группа, практически Стрелкова-Гиркина, зашла в Донецк. После этого в Донецке начались еще большие моменты, связанные с тем, привели к тому, что мы сейчас в принципе имеем. Вот этот проход 5 июля со Славянска через Горловку на Донецк. Я очень хорошо помню, 5 июля я был у Безлера. Он мне сам это рассказывал, как раз в плену у него был. Он мне рассказывал про ход этого Стрелкова, как, чего и почему он туда ушел. На данный момент мы имеем большую проблему, оставшуюся еще нам с 2014 года. Сейчас Славянск и Бахмут находятся в очень большой группе риска. Дело в том, что возле Славянска есть водозабор. Это в районе райгородка, рядом со Славянском, идет водозабор, который через несколько этапов водоподъема поднимает воду от Северского Донца, поднимает воду через Горловку в Донецк. И потому в ближайшее время не остановится эта вся армада, которая в данный момент нас атакует в районе Бахмута. Она будет и с задачей забрать этот водозабор. Потому и Славянск, и Бахмут сейчас находятся под большой бедой. Продолжение следует...